Свыше полутора тысячи хачинов, около одной тонны айрана и сотни тысяч добрых слов от самых юных земляков. Именно таким образом в преддверии Дня защитника Отечества решили поддержать моральный дух наших военнослужащих, находящихся на зоне СВО. Активисты забробульского сообщества «За наших». Волонтеры уверены, что частичка тепла родного очага должна еще раз напомнить нашим воинам, что в них верят, любят и ждут скорейшей победы. Ахмат Халкечев продолжит тему. Груз для военнослужащих, находящихся в зоне СВО, собрала команда единомышленников из числа простых, но неравнодушных жителей нашей республики. Изначально основной костяк добровольческого сообщества «За наших» сложилось в тематических группах социальных сетей. Как рассказывает идейный вдохновитель, лидер и основатель сообщества Асхат Айсандыров, это шестая уже у них по счету отправка груза. Единомышленники и в этот раз собрали все самое необходимое – медикаменты, теплые вещи, хозяйственно-технический инвентарь и, конечно же, продукты питания. У нас есть списки, что им самое необходимое – еда, чай, кофе, одежда. У нас даже сварочные аппараты есть, генератор есть. Ну, все то, что ребятам надо, вот, все мы собираем. Команду единомышленников, помимо простых людей, в их благих стремлениях активно поддерживают республиканские власти, военный комиссариат, мэрия Черкеска и представители бизнеса. Ну, а в весьма символичную затею с хачанами с большим энтузиазмом вовлеклись домохозяйки не чуть ли со всей республики. Начинки традиционного явства нашей национальной кухни очень разнообразны. Нам захотелось, чтобы наши ребята попробовали что-то домашнее. То, что мы отправляем, каждый раз и макароны, все-все, но хачане – это все равно домашнее. Они соскучились по-домашнему и передадим так тепло наших сердец нашим ребятам. Ребята очень ждут. У нас Айран еще едет. Они писали. Мы бываем с ними на связи. Они писали. Мы думаем, что они действительно будут очень рады. Вместе со врослыми наших защитников отечества решили не только поблагодарить за их мужество и подвиг, но и поздравить с наступающим праздником и учащийся из разных школ республики. В каждое письмо дети постарались вложить частичку своей души, свою заботу и веру в них. Ахматалкичев, Мухаммед Ашебоков, Вести Карачаева, Черкесия. Субтитры создавал DimaTorzok